Экология Духа Экология Духа Экология Духа Экология Духа И не делайте, и не давайте вместо дьяволу, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И важный момент, который я хочу, чтобы мы протестировали с вами вместе. Он написан в 4 главе 30 стихе. Давайте прочитаем его вслух. 3-4. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Когда мы говорим об экологии в целом, что из себя представляет экология? Экология – это наука, которая изучает взаимоотношения человека, животного мира, мира растений, которые должны между собой жить в гармонии и безопасности. Экология – это та божественная среда, которую Бог изначально определил для физического состояния человека, душевного состояния человека, духовного состояния человека. И сегодня, когда мы живем в эпицентре событий, которые потрясают нашу землю, мы понимаем, и многие экологи, они говорят о том, что земля находится в крайне критическом состоянии. Конечно же, многие люди сегодня вообще в буквальном смысле слова покидают Омск, думая, что Омск – это самое удивительное и самое плохое экологическое место на всей нашей Богом спасаемой России. И я не скажу ни за, ни против, потому что я понимаю, что человек вправе выбирать, и вправе думать, и вправе анализировать, и вправе искать себе место под солнцем. Когда мы говорим о людях Божьих, людях, которые имеют на себе божественное призвание, то в первую очередь для нас встает вопрос, если речь идет о каких-то переездах, о каких-то перелетах, перемещениях наших семейных шатров на какие-то новые города или страны, для духовных людей встает вопрос номер один – есть ли в этом воля Божья? А впоследствии человек уже задается остальными вопросами – вопрос ресурсов, вопрос экологии и так дальше. Это мое видение, это мое понимание, потому что можно жить на каком-нибудь супер, наверное, экологическом острове, где нет никаких задымлений или нет никаких проблем, но быть абсолютно несчастным, потому что человек выпал из воли Божьей. Мне хочется, чтобы была гармония, гармония духовной экологии, душевного равновесия и, конечно же, физического состояния. Я понимаю, что наш город, который сегодня имеет какие-то отклонения или переживания, многие люди по этому поводу уезжают, я думаю, ну где же найти в России самое экологичное место, где нет пожаров, где нет наводнений, где нет потрясений, где остановились заводы производства, где люди не говорят скверных матершиных слов, где сегодня это суперместо? Если мы будем внимательно читать книгу «Откровения» 18 главу, мы с вами увидим, и там еще несколько глав из книги «Откровения», мы с вами увидим, что вообще ожидает нашу с вами планету перед пришествием Христа. Мы увидим, как ангелы Божьи будут изливать чаши гнева на эту землю, и в один миг вода и все пресное, что будет на этой земле, треть этого будет отравлена. Леса будут сгорать дотла. Треть лесов в один миг будет сгорать. Когда сегодня мы с вами смотрим статистику, а мы с вами сегодня прямо молились о наших драгоценных друзьях, которые живут в Якутии и в Восточной Сибири, мы с вами понимаем, как сильно страдают люди. А вот здесь Челябинск совсем недавно, сколько сгорело поселение, деревень, люди остались без жилья. О, Господи, когда речь идет о жизни человека и о его имуществе, то здесь жизнь намного важнее. И мы понимаем, можно все построить, можно прийти к родственникам, можно как-то устроить свой быт и получить заботу от государства или от церкви, где ты находишься членом церкви, чтобы народ Божий оказал тебе помощь. Но главное, чтобы люди остались живы. Но сколько проходит страданий? Европа сотрясена, столько наводнений, столько всяких сходит сильных потоков, которые уносят целые дома, деревни, и люди реально уходят в вечность, не в свое время. Потому что сегодня все горит и все дымит. И если мы внимательно посмотрим, то, читая статистику последнего, около 700 тысяч гектаров леса сейчас физически горит на просторах Восточной Сибири и Якутской земли. Вы знаете, это беда. Экологи говорят, что горят легкие наши планеты. И сегодня, когда мы говорим о состоянии нашей планеты, физическом состоянии наших городов, в которых мы находимся, то по большому счету мы не так сильно можем сказать, что мы за это ответственны. Никто из нас ничего не поджигал, никто из нас не делал никаких выбросов, ни у кого из нас нет микролаборатории в своем доме или квартире, чтобы задымлять своих соседей. Мы люди христиане. Мы люди великой духовной экологии. Мы чувствуем даже великое осуждение, когда мы бросаем какой-то мусор, выпал из нашего кармана на улицу, на землю. Это неправильно, это нехорошо. Я скажу, великая радость, когда рядом с тобой живут христиане. Это люди, которые стремятся к чистоте, это люди, которые стремятся к уюту, это люди, которые относятся к окружающему миру, как к данному Богу нам праву и благословению ухаживать за этой землей. У меня была соседка, которая жила на первом этаже. Она была не очень богатая, совершенно не богатая. Она вышла на пенсию государства в 90-е годы, оказала ей какую-то милость в нескольких рублях, и она жила. И вы знаете, у нее всегда была мечта, чтобы у нее была своя земля. Она всегда мечтала, чтобы у нее была какая-то дача. И если вы в нем, знаете, я когда прогуливался со своей собакой, выходя там в лес и так дальше, я видел, как за ее окошечком на первом этаже, в рамках вот этого ее квартиры, она вырезала себе немножко земли. И вы знаете, какую прекрасную Эдемский сад она там сотворила. Может быть, это было из тех подручных материалов, которые у нее были. Но какую душу вложила она туда. У нее не было дачи, не было никаких-то там других возможностей. Но у нее была возможность позаботиться об этой земле, которая в вид из ее окна. Маленькие цветочки, какие-то земляники, что-то еще. И мы всегда защищали ее Эдемский сад. Многие хотели ворваться в него, чтобы сорвать эти цветы, подарить своим пятиминутным женам, или там украсть эти какие-то ягоды. И я всегда вступался, потому что мне было жалко. Она душу туда вложила, она сердце туда вложила. И мы оградили, и все знали в округе, это место под великой безопасностью. Не трогай. Эта женщина всегда была добра к нам. Она подкармливала своих защитников пирогами и многими другими дарами. И нам как-то было радостней охранять ее Эдем. И вы знаете, когда я понимаю, что ты Божий человек, то Бог дал тебе экологию. Для того, чтобы ты мог жить и наслаждаться жизнью. Ну что нужно человеку? Для его духовного, душевного и физического состояния. Вот для тела человека очень важно пить воду. Потому что Бог так определил. Для человека важен кислород. Когда человеку становится плохо, всегда на него что-то дуют, сразу машут. Его сразу приводит в чувство, ему надо сразу дать воды. Потому что это та природа, которую Бог вложил в тело человека. Ну, каждый из присутствующих здесь, поверьте, в большинстве ваше тело, оно из воды и водою. Вы не из угля, вы не из березового дерева. Вы из воды сотворены Господом. И немного праха земного. Вот оттуда все проблемы, кстати. Мы об этом поговорим еще в следующих проповедях. Вот оттуда тянутся вся борьба между духом и плотью. Библия говорит, что дух противится. Вот эта божественная вода, чистая Божья природа, противится этому земному праху, о котором Бог говорил Петру. Что умытому нужно ноги умыть. Потому что ты соприкасаешься с этой греховной жизнью. Соприкасаешься с той бесовской, в кавычках, экологией, которая сегодня давит на многих людей, на их воспитание, восприятие жизни. Давит на наших деток. И мы иногда ужасаемся, что они приносят домой со своих садиков, со своих школ или с улицы, когда они просто гуляют со своими сверстниками. То, что они впитывают в себя. О, как нам нужна церковь, чтобы именно здесь мы переполнялись Божьим Словом. Чтобы враг дьявол и этот мир не имел никакой силы еще что-то, простите за это выражение, впихнуть в нас что-то мирское. Чтобы ты был переполнен, уже было до краев Божьим Словом. Чтобы враг не имел от твоей жизни никакого права и никакой возможности. Аминь или не аминь, драгоценные? Аминь. Проповедь о экологии духа, она достаточно сложная. Потому что мы будем говорить о каких-то внутренних моментах ответственности человека. Если я не ответственный за пожары в Якутии, кроме молитвенной жизни, то за свою духовную Якутию внутри меня, за свою совесть и свое сердце ответственен в первую очередь я. Ну, аминь или нет? И нельзя потом сказать, что за это был ответственный кто-то другой, какой-то духовный МЧС нашей церкви ответственный за твое сердце. В первую очередь пастор своего собственного сердца являешься ты. И то, как ты примешь Слово, то, как ты будешь возрастать духовно, то, как ты сегодня будешь идти за святым духом, который ведет тебя всегда к святости, который ведет тебя всегда к сокрушенному сердцу, который всегда очищает и работает с твоей жизнью. О, как это важно сегодня нам понять, что существует экология духа. И Библия говорит, чтобы мы не оскорбляли духа Божьего, которым мы запечатлены в день искупления. Итак, возлюбленные, давайте посмотрим на такое строгое местописание с послания. К евреям 6 главы. Библия говорит, евреям 6, 4. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Святого Духа и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых им возделываются, получает благословение от Бога, а производящая тернии волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Драгоценные, вот это послание евреям 6 главы говорит о самом финальном и плачевном состоянии некоторых людей, которые когда-то были верующими, которые когда-то имели потрясающее Божье начало внутри своей совести, своего духа. Они были рождены свыше, они познали Господа, они были запечатлены обетованным Святым Духом, они знали, что такое Божье Слово и близость со Христом, они держались за Него всем сердцем. Но что-то в их жизни пошло не так. Где-то они позволили себе больше, чем кто-то, они начали заигрывать со своей совестью, они начали приступать к заповеди Божьей и делая это осознанно, 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 и тогда позиция покаяния, через которую в их жизнь пришло благословение быть Божьими детьми, она исчерпала себя и аннулировала себя. Это люди, которые лишились Божьей благодати. Люди, которые лишились отношения со Христом. Вот эта связка со Христом через Дух Святой, она просто разорвалась. Люди потеряли благодать, люди потеряли спасение или право на вечную жизнь. Таких мест Священного Писания, ну, очень мало в Библии. Я понимаю, что много Божьего, благословенного, много обетованного, много того, что Бог простирает к нам свою руку, и мы, конечно, об этом поговорим, потому что я искренне верю, что Божьей милости к людям намного больше, чем Божьей строгости. Но это место Священного Писания, оно даже встревоживает мое сердце, ужасает мое сердце в переживании о своей жизни, о жизни других людей, которые когда-то были близки к Святому Духу, но пренебрегли и отпали. Отпали – это значит люди, которые когда-то были привиты, люди, которые когда-то принадлежали, но они осознанно приняли решение отречься от Христа и уйти в сторону этого мира. Когда я проповедовал проповедь в эту среду, я назвал ее «Конкуренция любви». И мы говорили о любовь к миру и любовь к Богу. Если вы не слышали это слово, я вам рекомендую послушать его, чтобы вновь и вновь обновить свое сердце. Когда я сегодня обращаюсь к тем, кто слушает меня в нашем замечательном храме и всем тем, кто смотрит нас онлайн, мне очень хочется, чтобы вы знали, мы стоим в молитве за всех тех людей, которые сегодня мы потеряли из виду. Люди, которые сегодня огорчили Святого Духа, ушли в этот мир и сделали много разных грехов и беззаконий, в этой проповеди я хочу сказать, что не все потеряно. Я верю, что Бог может вернуть то духовное, экологичное, чистое состояние совести в жизни человека. И как с этим разобраться? Где найти ту грань, когда человек все-таки отпал окончательно и уже не имеет права на благодать и вечную жизнь? И тот момент, когда словно как блудный сын, который ушел и оставил Господа, своего небесного Отца, мы понимаем, что прообраз земного Отца, прообраз небесного, он ушел в дальнюю страну, он сделал много грехов, он совершил много беззаконий, он буквально блудил и расточал свое наследство. Но настал момент, когда он поднял свои глаза к небу и он воззвал. Пришел разум, открылись глаза, его дух, он вновь-вновь стал оживать, он стал исповедоваться, и он сказал, пойду и вернусь. Вот этот момент надежды, он очень важен, потому что каждый из нас, он имеет свое начало в Боге, и он имеет свою ту точку опоры, когда твоя жизнь была грешной и беззаконной, и в тот момент твоего покаяния и рождения свыше, ты обретаешь совершенно новую жизнь с Богом. Жизнь становится прекрасна, жизнь становится в близости, в связке со Христом. И вспомним место Священного Писания, которое написано в книге апостола Петра. Давайте мы посмотрим, это 1 Петра 3 глава, 21 текст. Библия говорит, так и нас, ныне подобно сему образу крещения, ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3, 21 говорит нам о такой великой привилегии, как принять водное крещение. Но водное крещение, это словно как условие, это словно как завет. И я хочу вас спросить, сидящих в этом зале, и может быть, кто смотрит нас, она смотрит сейчас 60 человек, скажите, пожалуйста, были ли вы крещены в воде, и заключили ли вы завет с Богом? Просто махните мне своей рукой. Ну, доминирующее количество людей крещены. В августе у нас будет крещение, мы будем принимать члены церкви, людей, которые никогда не крестились, которые хотят стать членами церкви, но главное, это не членство церкви, главное, это отношение с Богом и завет с Ним. И вот, когда я принимал водное крещение, драгоценное, это было в 1996 году, на этом водном крещении присутствовал мой пастор Сергей Николаевич Свериденко, и один удивительный мой друг и свидетель, это Денис Малютин. И мы крестились 17 сентября. О, это был удивительный день, потому что тучи ходили хмуро, вода в Иртыше была холодная. И мы пришли к берегу Иртыша. Сергей Николаевич Свериденко совершил молитву, прочитал Священное Писание, сбросил с себя лишние одежды, как пиджаки и рубахи, одел другую священническую, и рванул в холодный Иртыш. О, Боже, я всегда боялся холодной воды, и до сегодняшнего дня есть такой грешок. Поэтому я пошел за ним, потому что уже не думал ни о чем. Мы пошли в эту удивительную Омскую реку, и мы проваливались в этот ил, но он шел как танкер. Он знал, что он ведет топить мою грешную жизнь. И я доверял ему, я шел за ним. Вода была ужасно холодная. Фотографии, которые Денис Малютин сделал на маленький фотоаппарат, который подарила мне мама Владимира Мочилова на мой день рождения, он назывался Кодак. И когда меня опустили в холодную воду, я все обещал. Я обещал новую жизнь, я обещал чистую совесть, я обещал служить Господу, я все обещал. Вы знаете, когда меня подняли из этого холодной воды, Денис Викторович сделал фотографию, я и так-то маленький, я и так-то щупленький, но когда я еще промерз, я вообще стал очень маленький. Такой Сергей Николаевич. И рядом с ним какой-то там трость надломленная. И вот это сфотографировал, у меня фотография это есть, это удивительная память. Так вот, вы знаете, я ведь в сердце своем буквально был уверен, что сейчас, когда меня покрестят в воде, я пообещаю Богу чистую добрую совесть, я больше никогда, вы слышите, послушайте внимательно, я был уверен на все сто процентов, я больше никогда не совершу никакого духовного противоправного действия, никакого греха, никакого сомнения, никакого еще там, какой-то там, да вы что, сплетня или зависть, да никогда в жизни. И чтобы я кого-то осудил, да, а остальные грехи, такие более явные, как алкоголь или блуды, или что-то еще, да даже, вот в жизни даже не вспоминайте больше. И вы знаете, что, вот я покрестился, я вышел из этой воды, на следующий день в моих руках уже были билеты в библейскую школу в Москву, я чувствовал себя словно ангела, подобным человеком, который никогда в жизни не согрешал. Я искренне верю, когда Христос прощает нам грехи, Он смотрит на Отец Небесный, на нас через кровь Христа, и Он не видит ни одного греха, нам грехи все прощены. И когда я обещал Ему чувствую добрую совесть, я думал, что я обещал Ему абсолютно безгрешную жизнь. Но я ошибся. Оказалось, что эта жизнь намного сложнее, чем я себе ее представлял. И путь христианина ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежегодичный, он иногда сталкивает нас в такие воронки, в такие человеческие взаимоотношения, в такие трудности семейных конфликтов, такие буйраки, с которых человек иногда срывается, падает и потом говорит, Господи, прости. Есть сегодня христиане, которые говорят, попросил один раз у Господа прощения, у него хорошая память, он все помнит, больше никогда не говори об этом. Но я по водительству Святого Духа и из Писания я вижу, как много христиане говорят сегодня, Господи, прости. Так что же мы обещали Богу, когда зашли в эту воду прекрасную, когда мы обещали Ему чистую добрую совесть? Мы обещали Ему что мы будем стараться делать все возможное, чтобы наша совесть, наш внутренний человек, все мое внутреннее естество, оно независимо ни от чего, будет продолжать принадлежать Господу всегда. И если даже согрешил и упал, если даже сказал, не подумал, огорчил, если даже где-то что-то прибрал, Божье положив в свой карман, не додал, не дожертвовал, и если Бог просил, а ты не сделал, если кто-то схватился за какой-то стакан, думал, что это лимонады, а это какие-то пивы, и ты выпил, и Господи, прости, спасение потерял. Я хочу сказать, Бог прощает, когда человек искренне кается. Бог прощает, Бог освобождает. И Он, который видит сердце человека, потому что, когда я зашел в воду, моя внутренность, я кричал, я вхожу в новую жизнь. Грешное утопло, святое поднялось, я как ной над водами потопа, я новое творение. Спасибо тебе, Отец. Но, столкнувшись с реальностью, я понял, как много еще нужно работать с моим характером, мышлением, привычками. И когда я прочитал послание Кефесской церкви, 4 главы, мы увидели с вами о взаимоотношениях внутри церкви. Мы увидели с вами о распрях, разногласиях. Мы увидели с вами о том, что многие люди в межличностных своих конфликтах обвиняют, делают какие-то, приносят боль ближнему своему. А в финале стоит не оскорбляйте Духа Божия, которому вы запечатлены. То есть, это борьба. Это борьба, когда я говорю, Господь, я обещаю, я вхожу в завет с Тобою, в завет с вечным Богом. И когда я пребываю неверен, и когда я падаю, Господи, Ты остаешься верен. Подними меня. И вы помните такие места Писания? О, христиане их очень любят. В нашей церкви их очень сильно знают. Где Библия говорит, что праведник семь раз упадет, но восставит, поднимет его Господь. Ну, аминь или нет? И когда кто-то, где-то, что-то, он говорит, семь, шесть. Вы знаете, когда мы, в общем, родились, там такие талоны были у людей, автомобилистов. У меня был один друг, он работал в такси. Я все время просил его, ну, пожалуйста, ну, дай прокатиться. Ну, посади меня за руль. Его звали Слава. И он взял великую Волгу. И он говорит, ну, хорошо, ладно. И когда мы с ним поехали, он посадил меня на первое сидение, я сел ему на колено, и мы там на Московке-2 на каком-то кругу поехали где-то, и вдруг я рулю, я счастливый водитель Волги в свои девять лет. Да, это неправильно, это нехорошо, и мы такого не позволяем сегодня. Но тогда были такие талоны, когда тебя сотрудник милиции ГАИ поймает, он делал такой штамп, знаете, вырезал сюда, бам, дырку такую. И у него этих дырок уже было прям предпоследнее, одна осталась. Но как-то я его уговорил, вот что-то есть во мне все-таки, знаете, что уговорил я его, говорю, Слава, нас не поймают. Нас не поймали. Но у Славы был покрыт потом, потому что полиция была, они видели, они стояли, они уже взмахи делали, но что-то потом ослабла их рука, и вот молитвы нужно творить, даже когда тебе 9 лет, и ты еще совсем... Ну, я просто знал, что если сейчас его поймают, и ему сделают дырку в бумажке, то потом он мне сделает. Поэтому я прямо сильно-сильно спрятался за руль, и я маленький еще был тогда совсем, я и в школе стоял последним, на физкультуре всегда. То есть есть в этом тоже что-то, что нужно быть небольшим, некрупным. Я спрятался, и мы проехали, и больше я, конечно, у него ничего не просил. И вот некоторые христиане считают, я 4 раза, 5 раз, и вот 6, а если я 7 раз упал, 8 же нету. Ведь написано буквально по Писанию. То давайте мы в этом разберемся, сколько есть Божьей благодати на тех людей, которые искренно сегодня признают, что они делали неправду, неправильно. Давайте посмотрим с вами на историю одной удивительной женщины. Библия говорит это в Евангелии Иоанна 8 главы 2 стихом. Драгоценные друзья, кто смотрит нас на канале ТБН и Вера 24. Мне очень хочется продолжить эту проповедь, но понимаю, что время нашего эфира, оно оканчивается на этом телеканале. Пожалуйста, перейдите на YouTube канал Церкви Жатва и продолжим вникать в Слово Божье вместе с вами. Мы читаем Евангелие Иоанна 8 главу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова